Всем привет! Сегодня в видео мы будем менять штатные колонки в автомобиле Renault Megane 2 с шестого года автомобиля, рестайлинг, на вот такие новые Gryphon Lite 130. Значит, в комплекте у нас идёт шильдик, дель аудио, вонючка в автомобиль, наклейка на стекло. Это у нас скидка, а также гарантийный лист, если что-то не так будет с колонками. Так, это продавец закинул. И вот они сами у нас колонки. Менять мы будем не передние, а задние, потому что в передних особо ничего сложного нет. Снимается вот эта пластиковая, что это заглушка, вот защита, решётка, называйте как хотите. А будем менять задние, где нужно прям полностью снимать дверную карту, потому что по-другому там, к сожалению, к динамикам не подлезешь. Вот так вот я поближе сниму, как выглядит сама колонка. Вот. У неё вот такие вот зажимы, куда вставляются провода, плюс и минус. Но... А, нет, вот на них. Сейчас попробую сфокусировать. Так. В общем, там видно, что вот здесь вот плюс, а с той стороны минус. Нитола, если что, стоит не штатная. Тут стоит старенькая какая-то Sony. Вот. Никто ещё её не менял, новую не покупал. Ну и, в принципе, докупаться новая будет только, когда уже заменятся передние динамики и поставлен сап. Если эта магнитола не будет справяться со своими задачами, то будет докупаться новая. Обратите внимание, что если решите менять штатные колонки в передних дверях у автомобиля, и будете пользоваться картинкой, которая есть у DL Audio в группе ВКонтакте, где, так скажем, динамики, которые советует сам производитель, ставить штатные места, которые должны подойти. Обратите внимание, что из тех представленных, которые там есть, больше всего подойдёт именно вот эти вот грифоны, потому что в передних дверях посадочная глубина динамиков 45 мм. У грифонов самая маленькая это 52 мм. То есть остальные, они ещё глубже. И то есть вперёд они у вас не встанут. Нужно будет либо отрезать вот эту крышку, которая защищает динамик от воды, которая через стекло может попасть в карту. Вот, но если вы её отрежете, как бы на ваш страх и риск, да, если попадёт вода, то сами понимаете, что произойдёт с автомобилем. В задние карты как раз-таки динамики можно любой посадочной глубины ставить. То есть там это не принципиально. В общем, в Ютубе много видео. Как много, одно конкретное есть видео, как подробно всё это открутить. Я так кратко покажу. Но главное, если у вас есть эта шторка, сразу вешайте её наверх, потому что она вам будет очень мешать. В общем, здесь есть заглушки. Вот одна, вот она. Вторая в этой ручке. Вот она. Их, значит, убираете, откручиваете болты. И один болт откручиваете вот здесь вот. Вот. Вот в этой части болт. Он очень длинный, его тоже нужно открутить. Перейти на гратора. Вы сможете после выбора темы обращать. Вот, всё, обшивку мы сняли. Теперь нужно открутить вот этот вот болт и вот этот вот болт. Вот. И затем снять вот эту пластиковую защиту. И сам динамик у нас вот он. И заменить. Ну вот, грубо говоря, я снял эту карту. Я её полностью снимать не буду. Вот. Значит, вот у нас динамик. Вот эту фишку я сейчас отсоединяю. Провода отрезаю. Вкручиваю сюда динамики, которые я купил. Вот Дель Аудио. И будем собирать всё на место. Потом вторую дверь я уже сам соберу. Я это снимать не буду. Потому что всё по образу и подобию. Так. Вот я установил её на своё законное место. Здесь плюс-минус, я уже говорил, показываются на них. Вот. Ну всё. Осталось только прикрутить. И собрать всю эту какафонию в единое целое, как оно было. И повторить всё то же самое со второй дверью. Ну что ж, удачи мне. Так. Вот они старые колонки. Они вообще, кстати, ничего не весят. Они как будто пластиковые. Я не знаю, как они играли. Но как-то они играли. Вот. Те, которые сейчас я поставил, они раз в десять, наверное, тяжелее. Всё. Сейчас будем сравнивать музыку. Субтитры делал DimaTorzok 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 Добавил DimaTorzok